Всем привет! Сегодня приготовим салат с помидорами и руколой. Очень вкусный и красивый, готовится максимально просто и быстро. Такой салат прекрасно подходит на любой праздничный стол. Руколу моем и нарезаем на более короткие кусочки. Всего понадобится примерно 60 грамм руколы. Перекладываем ее на блюдо и равномерно распределяем по дну. Вместо руколы можно использовать салатный микс. Помидоры черри разрезаем пополам. Для салата понадобится примерно 250 грамм помидоров. Мини моцареллу тоже разрезаем на две части. Всего понадобится 125 грамм сыра. Также можно взять и обычную моцареллу и нарезать ее кубиками. На руколу выкладываем черные оливки без косточек. Небольшую часть оливок оставляем для украшения сверху. Для салата понадобится 1 банка оливок. Выкладываем подготовленные помидоры черри. Их тоже равномерно распределяем по салату. Следующий выкладываем мини моцареллу. Сверху кладем оставшиеся оливки. Готовим заправку для салата. В отдельную мисочку наливаем 4 столовых ложки оливкового масла. Насыпаем 1 треть чайной ложки соли. Наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Добавляем 1 чайную ложку горчицы зернами. Перчим черным молотым перцем. Насыпаем 1 чайную ложку сухих итальянских трав. Все перемешиваем. Приготовленной заправкой равномерно поливаем салат сверху с помощью ложки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с помидорами и рукколой получился свежим и вкусным. Легкость салату придает зелень и овощи, а сытность сыр. Салат готовится максимально просто и быстро. Вторым приготовим красивый и вкусный салат с помидорами и тунцом. Готовится такой салат очень просто. Сочетание красных и зеленых помидоров делает этот салат ярким и необычайно вкусным. Сначала подготовим все ингредиенты. 3-4 красных помидора среднего размера нарезаем кружочками. Точно так же нарезаем кружочками 3-4 зеленых помидора. Помидоры желательно использовать примерно одинакового размера. Одну свежую морковь трем на крупной терке. Одну красную луковицу нарезаем колечками. Также можно использовать и обычный белый репчатый лук. Пучок укропа измельчаем ножом. Складываем салат. Берем большое плоское блюдо и по кругу выкладываем кружочки помидоров. Чередуем красные и зеленые помидоры. Точно так же заполняем помидорами и середину тарелки. Нарезанный лук разбираем на кольца и выкладываем сверху на помидоры. По центру небольшой горкой кладем тертую морковь. На морковь выкладываем одну баночку консервированного тунца. Можно использовать тунец в собственном соку или тунец в масле. Если использовать тунец в масле, то на основе этого масла можно приготовить заправку для салата. Готовим заправку для салата. В мисочку наливаем 3 столовых ложки оливкового масла. Его можно заменить любым другим растительным маслом. Наливаем 1 столовую ложку яблочного уксуса. Его можно заменить лимонным соком. Насыпаем немного соли и кладем 1 чайную ложку горчицы. Сюда же добавляем черный молотый перец по вкусу. Все перемешиваем до получения однородного соуса, насколько это возможно. Приготовленным соусом поливаем салат сверху. Это удобно делать ложкой, чтобы более равномерно распределить соус по овощам. Сверху салат посыпаем нарезанным укропом. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с помидорами получился красивым и очень вкусным. Яркий вид салату придает помидоры разной степени зрелости. Готовится он несложно и достаточно быстро. Такой салат можно приготовить и без тунца или заменить его другой консервированной рыбой. В следующем приготовим очень легкий салат с баклажанами и помидорами. Салат вкусный и в красивой подаче. Его можно готовить как на каждый день, так и на праздничный стол. Сначала подготовим ингредиенты для салата. Один баклажан нарезаем кружочками толщиной примерно 5 миллиметров. Нарезанные кружочки баклажанов перекладываем в миску. Солим их и перемешиваем. Немного поливаем растительным маслом. Опять перемешиваем. При жарке масло на сковороду уже добавлять не нужно. Подготовленные кружочки баклажанов выкладываем на сковороду гриль. Также баклажаны можно жарить и на обычной сковороде. Обжариваем до красивого золотистого цвета. Баклажаны обжарились с одной стороны, переворачиваем их на другую сторону. Готовые кружочки баклажанов снимаем со сковороды на тарелку и оставляем остывать. Помидоры тоже нарезаем кружочками. Всего понадобится 5-6 помидоров среднего размера. На большое плоское блюдо выкладываем по кругу кружочки помидоров, чередуя с баклажанами. В центре делаем еще один маленький круг из помидоров и баклажанов. Готовим соус для салата. Пучок петрушки мелко шинкуем ножом. Берем 150 мл сметаны с жирностью 20% и добавляем к ней нарезанную петрушку. Сюда же через пресс выдавливаем 1 зубчик чеснока. Соус солим по вкусу и перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем. Приготовленный соус выкладываем на салат сверху. Выкладываем только на середину салата, оставляя овощи с краю открытыми. Сверху салат украшаем веточкой петрушки. Салат готов, можно подавать на стол. Салат с баклажанами и помидорами получился очень вкусным и красивым. Несмотря на небольшое количество ингредиентов, такой салат гармоничный по вкусу и прекрасно подходит для любого стола. Четвертым приготовим не совсем обычный и необычайно вкусный салат со шпротами. Приготовление несложное, такой салат красиво смотрится на столе. Сначала подготовим помидоры. Берем 250 грамм помидоров черри, моем их и разрезаем пополам. На горячую сковороду наливаем немного растительного масла. Кладем нарезанные помидоры. Немного их солим. И посыпаем итальянскими травами. Понадобится 1 чайная ложка приправы. Вместо итальянских трав можно посыпать орегано. Помидоры аккуратно перемешиваем и оставляем томиться на сковороде примерно 10 минут на самом маленьком огне. Периодически их переворачиваем. Пучок листьев салата нарезаем ножом на более мелкие части. Подготовленный салат выкладываем на блюдо. Равномерно его распределяем. Вареный картофель нарезаем кружочками. Выкладываем его сверху на салатные листья. Всего понадобится 2-3 картошки в зависимости от размера. Красный лук разрезаем пополам. Одну половинку лука нарезаем полукольцами. Вторая половина лука нам не понадобится. Лук выкладываем сверху на картофель, разделяя его на части. Берем банку шпрота и сливаем с нее жидкость. Она нам пригодится чуть позже для заправки. Шпроты выкладываем на картофель с луком. На один кружочек картофеля кладем по одной рыбке. Для салата мне понадобилась одна банка шпрота весом 190 грамм. Возле каждой рыбы выкладываем по одной черной оливке. Понадобится 50 грамм оливок без косточек. Помидоры уже готовы, снимаем их с огня. Приготовленные помидоры выкладываем сверху на салат. Равномерно их распределяем. Берем слитую жидкость со шпрота и добавляем к ней 1 столовую ложку яблочного уксуса. Его можно заменить столовым 9% уксусом. Заправку немного солим и перчим черным молотым перцем. Все хорошо перемешиваем. Приготовленной заправкой поливаем салат сверху. Стараемся полить равномерно, чтобы заправка попала везде. Измельчаем небольшой пучок укропа. Сверху салат посыпаем укропом. Салат готов, можно подавать на стол. Салат со шпротами получился красивым и очень вкусным. В нем прекрасно сочетаются шпроты со сладкими томленными помидорами. Сытность и дополняемость вкуса придают картофель. А зелень в салате придает свежесть. Обязательно приготовьте такой салат и порадуйте своих родных. И пятым приготовим салат с помидорами и творогом. Готовится просто и быстро. Но несмотря на всю свою простоту, этот салат получается изумительно вкусным и гармоничным. Сначала подготовим ингредиенты. Берем примерно полкилограмма помидоров. Разрезаем их пополам и вырезаем плодоножку. Половинки помидоров нарезаем дольками. От двух-трех веточек базилика отрываем листики. Базилик измельчаем ножом. Половину лука нарезаем полукольцами. Вторая половина лука нам не понадобится. Складываем салат. На большое плоское блюдо выкладываем нарезанные дольками помидоры. Равномерно распределяем их по блюду. Сверху кладем лук. Разделяем его руками на более мелкие части. Вместо красного лука можно использовать белый. Сверху лук поливаем 1 столовой ложкой яблочного уксуса. По желанию уксус можно заменить лимонным соком. Салат солим по вкусу. Выкладываем измельченный базилик. Сверху на базилик кладем зернистый творог. Предварительно из творога нужно слить жидкость. Для салата понадобится 180 грамм творога. Салат перчим черным молотым перцем. Сверху немного поливаем растительным маслом. Я использую оливковое масло. Салат готов, можно подавать на стол. Салат из помидоров с базиликом и творогом получился очень вкусным и красивым. В нем гармонично сочетаются все продукты. Готовится просто и всегда получается. Обязательно его приготовьте, порадуйте своих родных и близких. Если вам понравились такие рецепты салатов с помидорами, то обязательно ставьте лайк и пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. С вами была Оксана Пашко. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием. Субтитры сделал DimaTorzok